Необходимо выработать положительные практики, позволяющие улучшить жизнь граждан и наполнить новые положения Конституции России практическим содержанием. Об этом заявил приволжский полпред Игорь Комаров, открывая заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Оно состоялось в режиме видеоконференции. Рабочие группы подготовили более 70 инициатив и большую часть одобрили в профильных министерствах Совета Федерации и Госдуме. В том числе поддержку получили и самарские инициативы по улучшению сферы ЖКХ. Представительное было совещание, но я как член рабочей группы принимал участие в подготовке этих вопросов. По Самаре предложение принимают нам по поводу увеличения уставного капитала управляющих компаний. Приняты предложения по внесению залогового обеспечения, когда идет управляющая компания, по управлять жилищным фондом. Упростить порядок лишения лицензии управляющей компании, они не просто в данной ситуации бегать по судам, доказывать, что они плохо работают, а именно упростить порядок. И Пальма-Перенция должна принадлежать гражданам, собственникам. Как отметили на совещании, в 2020 году в ПФО капитально отремонтировали почти 11,5 тысяч многоквартирных домов, благоустроили более 3 тысяч общественных и дворовых территорий. Однако до сих пор главной проблемой во всех крупнейших городах округа остается сильный износ коммунальных сетей. В среднем почти 70%. На их восстановление, по оценкам Минстроя России, требуется около 4 триллионов рублей. На совещании предложили предусмотреть дополнительные бюджетные деньги на реконструкцию изношенной инфраструктуры в рамках действующих нацпроектов, в том числе синхронизировать направление с федеральным проектом формирования комфортной городской среды, а также активнее привлекать средства частных инвесторов. За последние пять лет 731 объект ЖКХ передали для модернизации в концессию. Самарская область также имеет положительный опыт в этой сфере. Самарская область выглядит совсем неплохо в одних вопросах. В части, например, касающихся заключения консессионных соглашений у нас есть удачные примеры. Но в то же время, если брать и Самарскую область, и Приволжский федеральный округ, в целом, этих консессионных соглашений пока явно недостаточно. Отрадно, что Самарская область входит в тройку регионов, которых достаточно серьезным является субсидирование расходов фонда капитального ремонта со стороны регионального бюджета. Как выяснилось, не все регионы Приволжского федерального округа используют такой формат. Поэтому в целом я позицию Самарской области оцениваю высоко. Все предложения и инициативы от муниципалитетов рассмотрят и разработают единую федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.